Пришел я в Кораллы Клуб в 2017-м, в марте 2017-го года, с запросом у меня был личный вес почти под сотню, в свое время я весил 120 кг, я перешел на вегетарианство по этическим убеждениям своим, но в итоге вес на 20 кг ушел, а дальше он не захотел. И в итоге под сотню я все время весил. И вот благодаря моей знакомой, я познакомился с Ириной, которая меня познакомила с концертом здоровья от Кораллы Клуба, очень стойко было, тяжело, но я это сделал, и я получил свой результат. Это было минус 20 кг, а это хватило 78 кг. И много продуктов пил, много продуктов еще не пил, очень много всего еще хочу попробовать. Из любимых продуктов я хочу сказать, что у меня это премиум спироль. Так как я вегетарианец, естественно, да, там у меня осталось, скажем так, дефицит животного белка, то есть вообще как бы белков в принципе. И я думал, как таким образом, да, вот заменить, то есть животное на растительное, да, чтобы получать все-таки необходимую порцию всех необходимых для меня, в принципе, для всех людей аминокислот. И я нашел это решение, да, этим решением оказалось премиум спирулина, который содержит в себе полностью набор незаменимых аминокислот. Также она богата фитонфриентами, микро-макроэлементами, витаминами группы В, группы Ф, Е. То есть, в принципе, очень такая мощная сама по себе штука, также там еще содержит в себе полиденозличные жирные кислоты. И я периодически ее постоянно употребляю. Я хочу сказать, что в начале вегетарианства я сдал анализ крови, да, у меня был еще железодефицит. И при употреблении спирулины, слава богу, да, вот у меня все показатели стали на место. И никаких дефицитов сейчас по и микро- и макроэлементам у меня в данный момент нет. И я хочу сказать, что это классное решение. Для меня это очень мощный продукт, хороший, мне очень нравится. И поэтому с большим удовольствием я рекомендую продукты вам. Спасибо. Я сегодня еще попросила ребят, ну, как бы так, более емко рассказать о своих любимых продуктах. Вот, поэтому Роман так подробно про спирулину. Спасибо большое. Кто еще? Кто следующий? Да, можно я тогда продолжу на волне Романа? Я тоже вот хотела бы о водоросли. Я тоже как бы вегетарианка, наверное, поэтому я больше обращаю свое внимание вот именно на водоросли. А я являюсь членом Куба с июня 2014 года. Тоже пришла, да, нашла, кстати, свой такой договор еще в письменном виде. Еще не было, когда интернет-магазин, прямо такой документ с даторой. Тогда я пришла с определенным вопросом по здоровью. Это было и составы, и позвоночник, и кожа, конечно. Ну, были как бы еще другие вопросы, которые немножко как вроде на второй план ушли. Но когда наладился вопрос первоочередных моментов, то захотелось, конечно, и улучшить то состояние, что критические дни, конечно, были очень болезненные. Особая тяга к салаткам еще оставалась. И в очередной раз, когда я сделала диагностику, оказалось, что есть вопрос по щитовидной железе. Все мы понимаем, что мы как наследники Чернобыля, и в принципе, даже если не смотреть на Чернобыль, то ежедневный электромагнитный смог, радионуклиды, которые также очень негативно бьются по нашему щиту, по щитовидной железе. А так как в моем рационе не было ежедневно морепродуктов, и даже через день, и в лучшем случае, как говорится, один-два раза в месяц, естественно, что как бы дефицит йода был. И стал вопрос о том, где же мы ежедневно вот потреблять данный йод, который был бы еще в такой биологической форме, доступной. Как-то водоросли сами, эти ламинарии покупные, как-то не очень шли, пыталась пару раз салатики вот эти вот делать, не очень-то пошло. И тогда, опять-таки, в линейке продуктов Coral Club я нашла Coral Keo, вот такой вот продукт, который вот на протяжении 7 лет уже есть постоянно в моем доме. Как оказалось, дефицит йода, когда вот устранилась данная проблема, то наладился вопрос именно вот по женскому здоровью. ПМС, вот девочки, кто с этим сталкивался, меня прекрасно поймут. Очень часто сейчас женщинам ставят такие диагнозы, как эндометриоз, когда он управляется мегаболезненными месячными, вот, и ПМС. И особенно тоже, когда нарушен углеводный обмен, тяга к салаткому, к мучному, вот такие вот моменты. То есть месяц, если я пропиваю Coral Keo, то тяга к салаткому уходит. Я понимаю, почему. Значит, дефицит вот этих микроэлементов. Потому что в Кэлпе есть не только йод, там ульма микроэлементов, таких как силин, цинк, магний, марганец, и витамин А, витамин Д. Хотя мы вроде, ну, как бы люди юга, но из того, что мы боимся ультрафиолета, витамин Д, опять-таки, для нас тоже есть. Вот. И вот, ну, два-три раза в год я точно вот делаю себе курс по Кэлпе. Также очень часто вот я его включаю в лимфоочистительные программы. Как себе, так же рекомендую своим потребителям, потому что он обладает очень сильными абсорбационными свойствами. То есть он на себя все тяжелые металлы, нуклиды напитывает. Поэтому у кого есть вопросы по дефициту йода, по вот таким вот характерным вопросам именно по сбою в сердечно-сосудистой системе, в желудочно-кишечном тракте, по гормональной системе, обратите внимание на такой вот чудесный продукт. Кстати, в нем есть еще добавлен имбирь и боярышник, а и шиповник в Кэлпе есть, который также хорошо на иммунитет сказывается. Поэтому очень-очень рекомендую продукт Порол Кэлп. Спасибо большое. Я как-то тоже с Кэлпом в таком вот формате не знакома лично. Нам было интересно. Да. Давай. Алёна. Я готова. Скажу, что в Коралловых... Меня зовут Алёна Пивень, кто меня не знает. Откуда ты? В Железногорск, Курская область, но родом я из Украины. То есть для меня... Я буду сейчас рассказывать про тот продукт. Скажем так, у меня очень много любимых продуктов. Вы уже знаете, что самый мой любимый, наверное, продукт — это Грифония, который дал мне, скажем так, вторую жизнь, да, в принципе. Но хочу я сегодня рассказать про другой продукт. Это липосомальный витамин D3. Почему я хотела коснуться именно этого вопроса? Смотрите, сейчас лето, солнце. Казалось бы, у нас у всех должен быть витамин D3 именно на высоком уровне. Но, к сожалению, мы зачастую находимся на солнце не так часто. Многие из нас работают в офисе, то есть это закрытое помещение. А как оказывается, что наиболее оптимальный витамин D3 вырабатывается в период с 11 часов утра до 2 часов дня. Это тот как раз период, когда солнце очень активное. И поэтому, с другой стороны, нам в этот период на солнце находиться нежелательно, не рекомендуется. Также, поскольку, если это говорить не о зимнем периоде, вернее, не о летнем, а о зимнем периоде, очень мало солнечных дней. Плюс, если это большие города, загазованность и солнце к нам просто не попадает. Поэтому у нас ухудшается настроение, появляются депрессии. И витамин D, появляются депрессии. И, собственно говоря, какие признаки еще нехватки витамина D3 в организме? Мы, конечно же, связываем это с другими причинами, но на самом деле основное – это то, что не хватает витамина D. Это может быть, помимо депрессии, остеопорозы, остеохондрозы, даже бронхиальная астма, рассеянный склероз. И немаловажно – это ожирение. Почему так происходит и почему у нас такая нехватка? Витамин D3 на самом деле, он не витамин. Ученые доказали, что он является именно гормоном. И ведет он себя в организме именно как гормон. То есть он участвует во всех немаловажных жизненно важных процессах в организме. То есть не только, как мы все знаем, что он участвует в усвоении кальция и фосфора, который является источником для формирования костей, мышечного скелета нашего, для работы мозга. То есть он также участвует и в других процессах. Основной источник витамина D – это солнце, как я сказала. Но также можно получить витамин D из пищи. Это жирные сорта рыбы. Рекордсменом является печень трески. Это грибы, то, что из растительной пищи. Потому что растительная пища – это авокадо, но на самом деле больше всего это в жирных сортах рыбы. Поэтому процент, который мы можем получить из пищи, не такой большой. Что интересно, буквально смотрела информацию по витамину D. Говорят, что у кочевых народов и у людей, как у бурятов, которые постоянно находятся на солнце, и у которых уровень гигиены не такой высокий, у них нет нехватки витамина D. Почему? Потому что мы сейчас люди цивилизованного общества, цивилизованные люди, постоянно мы следим за своей гигиеной. То есть один-два раза кто как принимает душ, в ванную, то есть мы снимаем этот верхний слой кожного сала, который на самом деле играет немаловажную роль в усвоении витамина D3. Поэтому он просто у нас не усваивается как дольше. Что касается именно аптечных витаминов. То есть витамин D3 бывает в нескольких формах. Это таблетки, капсулы, это бывает водный раствор или липосомальный. То, что тот витамин, который представлен у нас, это липосомальная формула. Почему липосомальная? Потому что липосомы, то есть это жирная оболочка, это фосфолипиды, в которые заключено активное вещество. И когда они попадают в организм, то есть вещество не разрушается у нас в желудке, и когда попадает в кишечник, оно всасывается. Вот сам витамин D3. И попадая в клетки, клетка воспринимает сам фосфолипид как строительный материал. И усваивает его. И таким образом, когда разрушает вот эту вот оболочку самого активного вещества, самого витамина D3 липосомального, то есть активное вещество попадает непосредственно в клетку. То есть двойная польза. И для строительства наших клеток, мембран наших клеток, так и, собственно говоря, напитывание витамином D3. Что хочу сказать еще? Господи, я тут немножко растерялась. Значит, витамин D3, да, вот то, что я хотела сказать. Дело в том, что недавно выяснила, буквально полтора месяца назад, что у меня нехватка, хотя я думала, что, ну, может быть, у меня какая-то граница, ну, вот среднее значение, но на самом деле у меня оказывается даже не то, что нехватка, а дефицит витамина D3, потому что нормальный уровень – это не менее 30. А вообще на самом деле для такого нормального жизнеобеспечения нашего организма необходимое – это минимум, наверное, 50-60, то есть чтобы человек чувствовал себя хорошо. Поэтому у меня оказался уровень 17, то есть это совсем мало. Поэтому я решила, я сейчас уже вот второй месяц принимаю витамин D, и вот такой пузырек, в котором содержится, хватает, в принципе, если пересчитать, буквально там на 2 месяца, в зависимости от того, в каком состоянии находится ваш организм. Поэтому я вам скажу, если вы думаете, что у вас достаточный уровень витамина D, вы можете просто-напросто проверить для себя. Но уверяю вас, мне вот почему-то кажется, что у нас у всех его недостаток. Вы можете проверить и потом обратиться именно к этому вот липосомальной форме. Я уже почувствовала себе улучшение. Спасибо. Я тоже проверяла у себя витамин D, оказалось нехватка, несмотря на то, что на солнце, да, мы тут в Одессе достаточно много, но он играет действительно большое значение, да, это, как ты уже говорила, витамин, который влияет на наш гормональный фонд в том числе. Так, я хочу сказать одну секунду, что вот у темнокожих, смуглых людей усвоение витамина D, оно хуже, чем у светлокожих, потому что именно пигмент вот этот вот, он поглощает солнечные лучи и он усваивается меньше. Так, ну, спасибо. Давайте мы сейчас сделаем еще один заход в Zoom, потому что здесь заканчивается время.